8 июля, в День семьи, любви и верности, 40 семейным парам Верхней Волжи вручили общественные награды – медали за любовь и верность. Торжественное мероприятие прошло в губернской столице во дворце бракосочетания Тверской области. Началось всё с красочной церемонии на площади, которую украшает скульптурная композиция Михаила Тверского и Анны Кашинской. Оркестр юных барабанщиц, голуби, уносящиеся в июльское небо, трогательные музыкальные композиции, ну и, конечно, виновники торжества, семейные пары, а также их родственники. Всё это могли наблюдать тверичане тёплым пятничным днём на площади перед дворцом бракосочетания. Именно так началась торжественная церемония вручения медали за любовь и верность. Первыми, кто её был удостоен, стали Владимир и Елена Фондюшины. Они поженились ровно полвека назад, 8 июля 1972 года. Я хочу сказать, что вот эти традиции семейные нужно обязательно укреплять. Будет семья крепка, будет и Россия крепка, и большая ответственность ложится на родить. Они должны воспитывать своих детей так, чтобы любить родину, растить патриотами. Всего медаль за любовь и верность в этот день вручили 40 семейным парам. Всё это заслуженные жители Тверской области. Прожив в крепкой семье по 30, 40, а кто и по 50 лет, они активно и успешно трудились, занимались общественной деятельностью, воспитывали сыновей и дочерей. Сегодня в зале собрались семейные пары, которые створяют вот эту любовь, верность. И их пример, он доказывает для молодёжи, показать молодёжи, что в жизни семья играет одну из самых важных родителей. Поэтому надо прожить жизнь в любви, в взаимопонимании. Сразу же после вручения медалей состоялась церемония росписи двух молодых пар. Мама одной из невест не сдерживала слёз. Ирина Малышева говорит, что это уже третья дочь, которую она выдаёт замуж. Самую маленькую здесь на Тверской земле, мы вологодские. Мы отдаём здесь вот наше самое маленькое сокровище. В прошлом году нам тоже вручена медаль за любовь и верность. И поэтому вот во время награждения мы со всеми участниками переживали, переживали и гордились. Сделано всё замечательно. Праздник удался. День семьи, любви и верности в первый раз отмечается именно в новом дворце бракосочетания, который появился в Твери благодаря инициативе губернатора Игоря Рудени. Он уделял самое пристальное внимание строительным и отделочным работам, поскольку считал, что ни один регион не мыслим без такого объекта. Неудивительно, что глава Верхней Волжи присылал личное приветствие участникам праздника. Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щитрыми на родительскую любовь, заблуду, труды, воспитывающими детей, например, взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечества. Искренне желаю вам и всем семьям Верхней Волжья добра, счастья, благополучия. Пусть в ваших домах царят мир и согласие. Илья Михайлович. На этом торжественные церемонии во дворце бракосочетания Тверской области в этот день не закончились. Всего 8 июля здесь образовались 27 новых семейных пар, для которых образцами супружеской жизни смогут стать семьи, награжденные медалями за любовь и верность.